Шаббат Господь Бог, Царь Вселенной, даровавший и осветивший нам этот Шаббат. Благослови всех детишек за экраном и нашу команду. Во веки веков. Аминь. Шалам Хаварим. Сегодня у нас вторая часть танца. Я надеюсь, вы выучили первую часть и повторяли ее дома. Давайте приступим к второй части. Поехали. Поворачиваемся влево. Делаем шаг. Раз, два, три. Поднимаем ножку вперед. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Еще два раза делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше правую ножку выносим вперед. Делаем. Раз, два, три. Как робот. Четыре. И назад. Пять, шесть, семь, восемь. Разворачиваемся лицом. Делаем шаг. Хлопок. Хлопок. Три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. И назад. Пять, шесть, семь. Повторяем. Хлопок. Хлопок. Три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Еще два раза. Два, три, четыре. Не забываем улыбаться друг другу и себе. Дальше. То, что мы делали в прошлый раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопок в сторону. Раз, два, три, четыре. И поворот. Пять, шесть, семь. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Хлопок в сторону. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Останавливаемся и делаем волны. Вот так вот. Для этого мы поднимаем плечо, локоть, кисть. И то же самое с другой ручкой. Плечо, локоть, кисть. Попробую обязательно сделать перед зеркалом, чтобы у тебя получилось. И делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь давай попробуем под музыку. Субтитры добавил DimaTorzok Мы выучили с тобой вторую часть. А в следующую субботу мы сможем танцевать полный танец. Поэтому не забудь повторять дома. И до встречи в субботу. Лейтроот. Шаббат шалом, ребята. С вами сегодня Женя. Хочу сообщить вам радостную новость. У нас скоро праздник Ханука. Праздник Чуда и Света. Праздник обновления и освящения. Но откуда же этот праздник произошел? И почему этот праздник Чудеса Света? Сейчас мы с вами узнаем. Эта история произошла около двух тысяч лет тому назад. Уже тогда евреи жили в Ирец Исраэль. В то время она называлась Иудеей. Правил ею и многими соседними странами император Антиох. Он исповедовал греческую религию и поклонялся греческим идолам. Он хотел, чтобы вся империя и все народы, населявшие ее, поклонялись этим идолам. Среди еврейского народа не было единства. Многие сопротивлялись нововведениям Антиоха. Но было немало и таких, которым эта идея понравилась. Во-первых, им нравилась греческая культура, потому что она шла в ногу со временем. Им нравилась греческий язык и греческая одежда, потому что она была ну очень красивая. Им нравились звучные греческие имена. Ой, а какими замечательными спортсменами были греки, потому что они то и дело проводили олимпиады. Но, как мы уже сказали, многим евреям вовсе не нравилась греческая культура. Во всяком случае, не настолько, чтобы забыть законы Торы, данные им Всевышним. И они были не в восторге от законов, которые силой насаждал Антиох. Они не могли и не хотели изменить своей вере и вовсе не собирались поклоняться всяким идолам. В то время в деревне Мадиин, расположенной возле города Лода, жил священник Матитягу Хасманей. У Матитягу было пятеро сыновей. И у Ханан, Шимон, Ягуда, Эльзар и Йонатан. Мадиин ничем не отличался от других сел. Да и сам Матитягу, хоть он и был священником, вел такой простой и скромный образ жизни, как и все его соседи. Может, только чаще других ездил в Юрусалим, святой город, где находился храм. Однажды он поехал туда и вернулся очень печальный. «Что случилось, отец?» – спросил старший сын Иоханан. «Скверные дела творятся в Иерусалиме», – сказал Матитягу. «Царь Антиох запретил евреям изучать Тору и соблюдать отбычаи отцов». «А что же евреи?» – спросил сын. «Евреи», – отвечал Матитягу мрачно, – «приказы императора исполняют». «Тору не читают, младенцев не обрезают, святую субботу не соблюдают, носят греческое платье и участвуют в языческих игрищах». «Не может быть!» – воскликнул Шимон. «Нельзя поверить, чтобы весь народ отвернулся от Торы, усомнился Иоханан». «Однако я видел многих поклоняющихся идолам», – сказал Матитягу. «И ничего не прибавил, однако больше он в Иерусалим уже не ездил». «Однажды в Мадеин явились сотни беглецов, растерзанных и усталых. Якуда вышел поговорить с ними». «Откуда вы?» – спросил он. «Из Иерусалима», – отвечали они. «Царь Антиох решил покончить с нашей религией. Он приказал своим солдатам убивать всех, кто соблюдает святость субботы или изучает Тору. Многих уже прикончили, повсюду сжигают свитки, царь перебьет всех наших. И еще греки привели в храм свиней, возложили Борова на алтарь и заставили евреев поклоняться ему. Они убивали целые семьи, если кто-то отказывался повиноваться. И тогда семья священника Матитяго Хасмонея организовывает восстание против захватчиков и тиранов. Это восстание переросло в партизанскую войну. Все евреи, почитавшие Тору и не принявшие законы греческие, поднимаются на войну за свободу. После Матитяго войну возглавляет его сын Иегуда Маккаби. На знамени еврейских повстанцев был начертан девиз «Микамоха Баэлим Адунай» – «Кто из нас сравнится с тобой, Господь?» И первые буквы этого девиза составили слово «Маккаби», если по-русски «Маккавей». Антиох выставил целое войско против маковеев, хорошо обученных и вооруженных воинов, против кучки повстанцев. Численное превосходство войска Антиоха было внушающим, но маковеи разгромили несколько армий противника и освободили Иерусалим. Ворвавшись в храм, они ужаснулись, увидев во что греки превратились в святилище. Все было осквернено и разрушено. Но маковеи не привыкли унывать, они начали тут же восстанавливать свой храм. Когда они закончили свою работу, они отстроили новый жертвенник, и храм снова засиял чистотой. Нужно было зажечь только храмовую минору, чтобы осветить храм и отпраздновать это великое событие. Но для того, чтобы зажечь минору, нужно было специально подготовленное освященное оливковое масло. Однако враг уничтожил все его запасы. И после долгих поисков маковеи к великой своей радости обнаружили кувшинчик такого масла. Беда только, что он был уж очень маленьким, и масло в нем было всего лишь на один день горения. А для того, чтобы приготовить новое священное масло, требовалось целых восемь дней. Но маковеи не могли ждать, потому что храм нужно было осветить, и они все же зажгли минору. Масла из кувшинчика хватило, представляете, ровно на восемь дней, пока не было приготовлено новое. И Ягуда, и его последователи решили, что это великое чудо освящения храма должно навеки остаться в памяти людей. И они провозгласили праздник Хануки, праздник огней, праздник победы света над тьмой. Поэтому из поколения в поколение мы каждый год будем вспоминать об освящении храма и зажигаем в честь этого события особую минору Хануки. Восемь дней длится праздник Хануки, и в течение восьми дней мы зажигаем в наших домах ханукальные свечи, чтобы все люди видели их веселые огоньки. В следующей встрече, ребята, вы узнаете про Пончики, про Савинон, про Ханукию и многое другое. Шаббат шалом, ребята! Всем пока! Дорогие ребята, Ишуа сказал «Вы свет мира!» Он дал каждому из нас чечечку его великого света и дал свою силу побеждать грех и тьму. Поэтому, подобно сыновьям священникам Матитьягу, мы можем смело сражаться против греха и своими добрыми делами прославлять Всевышнего. Будьте его светом и солью! Шалом, друзья! Сегодня мы будем делать Ханукию в честь праздника Ханука. Для этого нам понадобится разноцветная бумага, синяя, желтая, красная и белая. И еще обязательно клей, ножницы, фломастер черный, еще разноцветные фломастеры, еще нам понадобится карандаш. И еще понадобится либо циркуль, либо, как я и пользуюсь, тарелка. Сейчас надо нарисовать детали. Я нарисовал, и у меня получилась Ханукия, подставка, еще и еще. Еще очень много огоньков. И вот я еще на красном картоне нарисовал красные огни. Давайте это все вырезать. Я вырезал огоньки, вот такую заготовку и подставочки. Сейчас надо вырезать красные язычки пламя. Нам еще надо подставка. Берем и отрезаем вот кусочек, чуть-чуть меньше вот самой большой вот такой подставки. Вот так у нас получилось. Сейчас берем фон и начинаем клеить. И клеим нашу подставку. И еще на нее большую подставку. Сейчас надо еще кусочек вырезать. Не обязательно длиной. Можно более, примерно вот посередине. Берем нашу заготовку и клеим ее вот сюда. А теперь снизу приклеиваем еще один кусочек. Сейчас мы будем делать свечки. Я уже расчертил и сейчас буду вырезать. Но если у вас не получилось расчертить или вырезать, то позовите папу или маму, они вам помогут. Вот я сделал свечки, огоньки. Сейчас надо их приклеить и приклеить к нашей хануки. И вот те все. На одну свечку надо одну капельку клея. Вот такие у нас свечки получились. Сейчас их надо приклеить. Вот такая поделка у нас получилась. Не забывайте нам отправлять ваши результаты в группу Viber. Всем пока! Привет, ребята! И это снова я, Эмиль, и ваша любимая викторина. Ребята, мы очень рады и благодарны за активное участие в нашей викторине. Особенно хочу сказать спасибо Артуру, который очень старательно присылает нам свои ответы. Артур, ты большой молодец! Ну а теперь наши вопросы. Первый вопрос. Как звали греческого правителя Тирана? Александр? Антиох? Или Антигонос? Второй вопрос. Кем был Матитьягу Хасмоней? Священником, землевладельцем или воином? Третий вопрос. Что самое ужасное сделали греки? Сожгли дома евреев? Осквернили шерфенник и храм? Или сжигали священные книги? И четвертый, последний вопрос. Как звали лидера еврейских постанцев? Шимон Хасмоней? Йонатан Хасмоней? Или Ягута Макаби? Или еще как можно сказать Маковей? Ну все, на этом викторина закончилась. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и не забудь присылать нам свои ответы. Ну все, пока! Ребята, нам понравилось сегодня быть вместе с вами и танцевать, и слушать музыку, и делать поделку. Пишите нам ответы на викторину, высылайте фото поделок и ждем ваших комментариев. До скорой встречи в следующую субботу! Шаббат шалом! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok